Только что вышел новый апдейт в Counter-Strike 2. Добавили сразу две новые карты. Это Office и Nuke. В этом ролике я зайду на эти две карты и покажу вам первые мои эмоции и впечатления. А поможет мне с этим игрок, снайпер по имени Phenomen. Если вы не знаете, что это за игрок, то рано или поздно ожидайте новость. Он попадет скоро в очень серьезную команду. Буду максимально рад каждому вашему лайку, потому что сегодня я точно успел опубликовать этот ролик в самое раннее время. Пошло добро, давайте. Давайте. Первая карточка на данюк. Я играл очень долго сейчас в CSGO, прям сегодня. И смотря на все это дело, ну правда выглядит лучше. Вау, слушай, я не видел, я не видел, как выглядит худ, если у тебя синий цвет. Да, 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 у меня синий. Очень красиво. Блин, не, все-таки с каждым разом игра улучшается. Так, давай пресет поставлю medium. Потом я как-то лагает. О, господи, что за позорище. А, я видел, я видел. Это проблема этой игры, этой карты. При плохих настройках такая вот картинка у нас получается. Ладно, тогда я ставлю максимум. Она всегда такая будет, если на лоу настройке? Не, 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 это ошибка. На самом-то деле, я вот сейчас двигаю мышкой. Как будто на записи все хорошо, но у меня очень странная картинка. Она режется. Так, погнали. После CSGO. Ух, хорошо. Хорошо. Какие тени, ты просто посмотри. Это как будто Far Cry какой-то. А, вот умею это делать. Какая графика, чувак, я как будто реально играю в игру A-A-A. Да, выглядит свежо, конечно, намного по сравнению с CSGO. Мне сказали, если кинуть смог винты, они полностью закроют все. То есть хватает одного смока. Вот самая некрасивая карта, которая есть на CS2, это официально Dust2. Мираж очень играбельный. Было приятно играть. Нюк мне очень нравится сейчас. Какие текстурные наклейки, смотри, на лик. Да, это на самом деле очень красиво выглядит. Кстати, ребят, если у вас плохая видеокарта, то соболезную. Потому что сейчас моя видеокарта просто ревет. И это было всегда, когда я играл в CS2. То есть забудьте про процессорную игру. Теперь это видеокартовская игра. Это лицей. О, ты видел, как стекла разбились? Да, 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 кстати, не заметил. Кстати, мы впервые на БЭС. Тебе нравится картинка на БЭС? Да, 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 картинка очень свежая. Это все окей. Но ты готов удивиться? Да, давай, я готов. Смотри, что я буду делать. Раз, два, три. Я осматриваю крюковную гранату. Я в шоке. Я, если честно, в шоке. Я даже не знал, что такое есть. Оно только вот сегодня вышло с обновлением. Только сейчас, да. Покупай молотов. И смотри, какая немножко пошла. Ой, там еще вода, она прямо так. Слушай, акции Антона выросли. Посмотри. Ох, пошло дело. Опа. О, нет, чувак. Не без этого, не без этого. Все отлично. О, пошло, 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 пошло. Так, ну что ж. Первая катка сыграна. Историческая. Давайте сыграем еще раз. Посмотрим, какие можно сделать хайлайты. Появился новый режим, который называется обычный. Это 10 на 10. Обычная классика. Но тут есть заложники. Ну что ж, мы запустили офис. И я вижу здесь, на самом деле, не особо много изменений. В силу таких вот маленьких комнат, здесь максимум, с чем можно играться, это с освещением. Если смотреть на улицу, то тут явно вид на CSGO. Да, так сразу не сказать, что это CS2. Ну посмотрите вот просто на эту картинку. Это гребаный CSGO. Ну вот. Вообще души души. Ну вот. Ну как их убивать, господи? Как их убивать? Я про то, что здесь вот очень-очень непривычно все. Ну стриба все еще осталась деревянной. Движение уже более-менее. Ну вот реально движение, да, стали лучше. Но стриба, вот это... Пули просто в разные стороны, это осталось. Так, беру заложника. Будет какая-то анимация тут. Да, анимация явно уже новая. И мне сказать, что скорость тоже быстрее. И я дам могу с этим согласиться, скорость быстрее. Короче, фидбэк по офису. Мне он тоже нравится. Хоть и на улице есть ощущение, что это все еще CSGO, но в помещениях это просто нечто в силу освещения. Ребята этим обновлением порадовали. Ух. Ну, ну, ну. Опять голубого. Как? Представляешь, представляешь. Я буду ставить 4 на 3. Мне абсолютно не нравится, как я играю. Так, ребятки. Почему я такой маленький? Что за ужас? Но все равно не то. Вот, тянется картинка. Вы это должны понимать. Наверное. Надеюсь, кто-то меня понимает. Смаки кидают люди. Ну, как я в него бил, как? А тебе вот по ощущениям, как тебе? 4 на 3 тебе, ну, не стало комфортнее? Нет, мне не стало плавнее. Я не знаю, почему мне не стало плавнее. Мне кажется, у меня какая-то неправильная настройка сейчас включена в кейсе. Ух, какая гранатка, а? Да, я, кстати, тоже об этом думал, что... И я, ну, надеюсь, что поменяют на самом деле. Это не то, что... Все вот эти смаки пускают хаеши. Потому что, мне кажется, если так, ну, улицу смаки будешь кидать, тебя будут просто скидывать хаей, и теперь это невозможно пройти. Ну, я думаю, что и саму... И вот суть идеи, чтобы хотя бы там на миллисекунду, ну, они должны оставить. Потому что я думаю, в этом и задумка была вот эта вот вичи, что... Ну, они ее просто пофиксят как-то, чтобы она не была слишком, так сказать, не считалась багом. Потому что действительно, когда там на полторы секунды развеется, смог, вот-то бы, ну, в профессиональной сцене вообще кардинально изменит всю мету. А, слушай, может быть, с того, что... А, боже, все, я нашел ответ на это говно. Игра у меня стала очень плавной сейчас. Все потому, что я отключил ОБС. В плане, я смотрел слева на мони... Я смотрел слева на мониторе повтор того, что у меня на экране. Месячная грузка на видеокарту, и больше этого нет. А когда это было в CS GO, это не сильно отражалось, потому что игра больше трогала процессор. Первый? Я тебе говорю. Давай. Из-за этой плавности стало проще. Я тебе говорю, я тебе говорю, из-за плавности. Вот я так и знал, что меня сейчас убьют в ухо. И как это неприятно. Я говорил это в прошлых роликах. Очень неприятно умирать в CS 2. Это происходит очень быстро. Нет, я не хочу броню, я хочу Зевс. Так, и смог. Я сейчас хочу сделать убийство Зевса там, где этот Зевс был впервые показан в мире. Это в радио. Ты понимаешь, о чем он говорит? Я, ну это действительно факт, что он был? Да. Я просто не знал об этом, нет. Ааа, совсем близко. Почти трейлер, почти трейлер. Можно, можно. Я, если я его убью, это лучший момент. Нет. Как он тебе же рассказал? Ребята, я не знаю, как это получилось, но гейбфолловер нашел скриншоты нового инферно, пока я снимал этот ролик. И он изменился кардинально. Это не старый инферно, здесь даже гробов теперь нет. Это очень интересный ход. И правда неожиданный. Вот что изменилось на самом-то деле. А все другие карты просто поменяли ощущение. Господи. Напоминает CS Italy, вот с 1.6 будто бы. Вот если честно, вот по вот этой картинке. Ааа, это вообще что? Ааа, это где? Это руины, представляешь? Какая красота. Вообще, блин. Ты представляешь, как красиво будет смотреть мажор. Это просто игра AAA. Опять же. Но на самом деле мне не нравятся текстуры, они такие. Посмотри, тюрьма пропала. Вообще. Да, 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 да. Господи, какие они делают большие обновления. Они вообще неадекваты. Они очень стали смелыми. Как будто... Вот реально есть такое ощущение, что они просто позвали AllSource-компанию, которая занимается этой игрой. Совсем не похоже на Valve. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа